Деревья продолжают падать. И падают на детей. Только на прошлой неделе пострадала 11-летняя девочка. Это уже второй случай за год. 25 апреля дерево упало на 10-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. С этих печальных новостей начался штаб по комплексному развитию региона. Упавшее на девочку дерево сейчас обследуют. По словам главы Ульянска Сергея Панчина, оно не выглядит аварийным. Предварительной причиной падения считается ураганный ветер. С девочкой и родителями связь поддерживаем. Необходимую помощь на сегодняшний день оказываем. Но в силе ураганного ветра, то, что происходит на территории города, конечно, такие варианты не исключены. Но я думаю, что те меры, которые мы принимаем, они обезопасат жителей на территории города. Мера, упомянутая главой города, это вырубка более 6,5 тысяч аварийных деревьев. 2 тысячи уже снесли. На запланированную работу потратят 38 миллионов рублей. Однако, по мнению главы региона Алексея Русских, этого недостаточно. Доклады ваши расходятся, сделаны. Это же не просто так вот. Мальчика покалечили. А вы сезете, посмотрите на этого мальчика. Я вот к нему несколько раз ездил. Он весь в гипсе, как куколка. Сейчас девочку. Оба чудовищных случая произошли в Засвияжском районе. Алексей Русских поручил провести служебную проверку в отношении руководства муниципалитета. Вопросы коммуналки на этом не завершились. В область идет подготовка к новому отопительному сезону. На первом месте сейчас гидравлические испытания. Почти миллиард рублей будет израсходовано на устранение неисправности в сетях. Это на 100 миллионов больше, чем в прошлом году. Хотя пока порывов на трубах обнаружено меньше. Те работы, которые мы провели, все-таки дали результат. И в этом году надежность сетей у нас выше. Во время ремонта применяются новые технологии. Они позволяют сократить срок проведения работ до 7-10 дней. Подведены итоги исполнения областного бюджета за 5 месяцев. Общие доходы составили почти 27 миллиардов рублей. Это на миллиард больше, чем в прошлом году. Вместе с тем на 3 миллиарда выросли расходы бюджета. В связи с этим у главы региона возник вопрос. Удастся ли области закончить год без дефицита? Те вот решения на сегодня, которые принимаются по увеличению доходной части бюджета, они оправдывают себя. И я думаю, в определенной степени до конца года мы также сможем за счет роста доходов покрыть дефицитные статьи. В этом году произойдут изменения в проведении выпускных. Связаны они не только с ограничением по коронавирусу. Изменения есть в самой процедуре вручения золотых медалей. Недостаточно иметь только одни пятерки. Теперь выпускнику нужно подтверждать статус награды на едином госэкзамене. Окончательные результаты аттестации станут известны не ранее 7 июля. Мы предлагаем в этом году вручать аттестаты в два этапа. Первый день, 26 июня, для всех выпускников и в том числе чествовать претендентов на медаль. А вот 10 июля организовать отдельное чествование медалистов, детей, которые подтвердили медаль, в каждом муниципалитете с участием глав, родителей. На золотую медаль в этом году претендуют 811 выпускников. Для девятиклассников ничего не изменится. Вручать аттестаты им будут 17 июня. Все опытные пройдут на открытом воздухе с соблюдением правил противопиодемиологической безопасности. Сейчас ждут разрешения Распотребнадзора на проведение мероприятий. Егор Тестов, Даниил Сурков, Артем Куранов. Управда ТВ.